6 октября состоится открытие нового реалма Soul Seeker на лучшем бесплатном сервере WoW Cirrus. Почему ты должен залететь на этот реалм? Да потому что помимо старта с нуля вас ожидает и опциональный хардкор-мод, а значит при смерти персонажа всё начинается сначала. Но за это положены и более крупные награды. Помимо этого вас ждут внушительные призовые. 50 тысяч рублей за первый 80-й уровень в простом режиме, 50 тысяч рублей за первый 80-й в хардкор-режиме и так на каждую расу. Общий призовый фонд — миллион рублей. Ну и, конечно же, погружение в нашу любимую вселенную вместе с тысячами игроков на сервере с самым большим онлайном. Переходи по ссылке в описании и готовься влетать на Soul Seeker 6 октября. Чем ближе анонс нового дополнения World of Warcraft, тем больше появляется слухов и утечек разной степени сомнительности. Иногда они частично или даже полностью оправдываются, а иногда оказываются полным бредом, выдуманным кем-то для привлечения внимания. Сегодня мне хочется рассказать вам о двух самых популярных сливах по новому дополнению, которые форсятся на Западе уже на протяжении месяца и только сейчас потихоньку начинают просачиваться к нам. Делаю я это по двум причинам. Чтобы разоблачить эти самые утечки и чтобы порассуждать на тему того, насколько вообще они интересны и жизнеспособны. Если говорить простым языком, не обсудить я их попросту не могу, слишком много вопросов и внимания они оказывают. Итак, первая и самая популярная утечка – вот этот кадр, на котором якобы показывают кадр из нового синематика. В главных ролях Ириди Крон на заднем плане и какое-то непонятное слияние Орка и Дрогбара на переднем. И, что самое забавное, сам кадр максимально шокального качества с ватермаркой, чтобы у людей возникло ощущение того, что это действительно какой-то слив прямиком из офиса Близзард. На самом же деле этот кадр можно отыскать и в хорошем качестве, и он оказался простой картинкой с генерированной нейросетью, которой дали команду сделать что-то наподобие МакГары Саурфанга и Сильваны. Вот вам и вся утечка. Тем не менее, на Западе всю эту катавасию обсуждали на протяжении месяца или даже двух. Но на этом интересные утечки не заканчиваются. Есть и вторая, на мой взгляд, вполне себе интересная, хоть и тоже маловероятная. На западных форумах анонимный пользователь выложил интересный материал, согласно которому Близзард вместе с Крисом Мэтсеном работают над полной перезагрузкой WoW. Вот только они не собираются перезагружать актуальную игру, а хотят перезапустить WoW Classic. В своё время официальные ванильные сервера вызвали немалый ажиотаж и привлекли внимание миллионов игроков. Вот только со временем вся эта любовь к WoW Classic пошла на спад. Поэтому, как пишет анонимный автор, Близзард параллельно новому актуальному дополнению создают ещё одно дополнение, под названием World of Warcraft Awakening, что переводится как пробуждение. Вся идея крутится около «А что если...» Тёмный портал не был бы открыт после классики. Или, если сказать иначе, «Что если бы дополнения Burning Crusade не было, и World of Warcraft развивался бы дальше только в рамках Азерота?» Задумка заключается в завершении различных классических сюжетных цепочек, которые были заброшены с наступлением за Burning Crusade. Высшие эльфы и огры станут новыми расами для Альянса и Орды соответственно. А главной угрозой станет всё тот же Король Лич, только более сильный и расчётливый. Это альтернативная реальность, появившаяся в результате временной аномалии, возникшей при спасении Ноздорму в Dragonflight. Таким образом, Близзард хотят добиться того, чтобы World of Warcraft одновременно существовал в двух параллельных реальностях, как две разные игры. Это, знаете, как было во времена выхода фильма «Варкрафт», когда уже существующий лор также был частично переписан. И в заключении автор пишет «Можете считать меня лжецом, но посмотрим, как вы запоёте 3 ноября». И, конечно же, он прикрепляет так называемый логотип нового дополнения «Эвэйкинг», который по всем канонам снят в шакальном качестве на Нокию под наклоном, типа проходил мимо и успел быстренько сфотать. Забавно. Что самое интересное, задумка на самом деле неплохая. Этакая перезагрузка классического World of Warcraft и развития жанра дальше, а не попытка зарабатывать на перевыпуске старых дополнений по второму кругу. Это имеет место быть, правда. Даже я бы в такое поиграл. Но, конечно же, данная утечка является таким же вбросом, как тот скрин с Эридикроном. Вся эта тема с World of Warcraft и Вейкинг форсятся уже на протяжении нескольких лет, и на сегодняшний день существует сразу четыре логотипа в разных вариациях, нарисованных простыми фанатами, желающими привлечь внимание. Это уже стало классикой поклонников Вова. Делать такие вбросы – отдельный вид искусства. Ни в одной игре вы больше не найдёте такого спроса на создание утечек за месяц до анонса нового дополнения. Эх, будет совсем забавно, если хоть одна из них окажется реальностью. BlizzCon 2023 пройдёт через месяц. Вся работа над дополнениями наполовину завершена. И если и стоит доверять каким-либо сливам, то только тем, которые появляются буквально за пару дней до самого BlizzCon. Ни в коем случае не раньше. Причём, бытует мнение, что сами Blizzard вбрасывают достоверные сливы в преддверии своей выставки. И они же вбрасывают говёные сливы за месяц до неё. Просто для того, чтобы люди начали активнее обсуждать World of Warcraft и игра чаще упоминалась в СМИ. И это работает. Они вбросили под видом анонима, люди подхватили, такие, как я, сняли ролик, и всё, ажиотаж разгорается по цепочке. Поэтому давайте дождёмся BlizzCon, и тогда всё станет понятно. Так или иначе, я буду держать вас в курсе всего происходящего по вселенной Warcraft. Поэтому обязательно подпишитесь на канал и поставьте этому ролику лайк. Мне, правда, будет очень приятно. И самое главное, напишите-то в комментариях, как вы восприняли все эти утечки, о которых я рассказал. Я же с вами пока что ненадолго прощаюсь. Но увидимся совсем скоро.